Радио Спутник. Говорим о том, о чем люди молчат. И у нас сегодня валюта, в том числе иностранная, изготовление, которое стоит там, скажем, 1 цент 100 долларов, она воспринимается как товар 100 долларовый. И отсюда все проблемы. То есть мы вместо развития реального сектора развиваемся только, занимаемся только виртуальным сектором нашей экономики. И курс, и процентные ставки это лишь следствие этой ошибочной политики. Потому что повышение ставки кредитования, оно абсолютно алогично. Ставка кредитования должна снижаться для того, чтобы снижать инфляцию. У нас же это как мантра произносится, что если хотите иметь низкую инфляцию, то нужно повышать ставку. Хотя все работает с точностью наоборот. Любопытно, что даже на госсовете губернатор Савченко Белгородской области напрямую сказал об этом. Тем не менее, по-прежнему видится линия обратная. И это сложно сказать, что это такое опосредованное вредительство по непониманию или какие-то другие процессы. Но в принципе это зомбированность нашего блока финансового некими принципами вашингтонского консенсуса. И в рамках этого вашингтонского консенсуса для стран, которые фактически являются криптоколониями, вот логика приводится прямо противоположно. Если вы посмотрите на действия всех развитых стран, то их шаги всегда прямо противоположны нашим. Они снижают ставку кредитования до нуля. Мы повышаем ее сегодня уже, наверное, в четыре раза. И по всем остальным параметрам точно так же. Все шаги прямо противоположны. Удивляться здесь нечему. Но есть сторонники, есть люди, которые поддерживают действия ЦБ, говорят только, что это запоздалые действия, раньше надо было одни. Ну вы знаете, так конечно, когда есть откровенные заказчики курса на развал страны, то естественно они должны как-то себя оправдывать и проявлять. Они должны оправдывать действия сегодняшнего финансового блока. Поэтому это точно так же абсолютно надуманные вещи. Потому что, если говорить о каких-то реальных шагах, ведь президент четко сказал, что нам нужно наказать спекулянтов. Приблизительно он об этом говорил. Но ведь совершенно очевидна схема, как наказать спекулянта. Нужно просто установить курс фиксированный обмена валют в условиях паники по паритету покупательной способности. Если вы посмотрите покупательную способность рубля и доллара, или евро, то это совершенно очевидно. В Европе бензин везде стоит 2 доллара. Соответственно, его реальная стоимость 30 рублей. Это в лучшем случае. Если говорить по паритету энергообеспеченности, то доллар стоит не более 15 рублей. Но можно смотреть от 15 до 30 рублей в этом пределе считать. И нужно предназначить этот фиксированный курс обмена. Потому что это же не игрушки, это средства платежа. Они должны быть в эквиваленте по покупательной способности. И тогда мы наказали бы не реальный сектор экономики, как сейчас, подняв ставку до 17. А мы наказали бы спекулянтов. То есть, если бы завтра был установлен фиксированный курс обмена, скажем, 30 рублей за 1 доллар, это предельная сумма, то тогда все, кто купил доллар по 70, они тоже не должны ни на что обижаться. Они же покупали доллар, мы надеемся, не для спекуляций, а для каких-то нужд. Они бы остались со своим долларом. А те, кто сегодня в рублях, они бы, так сказать, тоже были бы всем удовлетворены. То есть, рецепты-то решения, они элементарные. Введите на момент завтра утром устойчивый курс, ну, на сколько, на полгода, на месяц, на два, на три, чтобы снять спекуляции. То есть, элементарная схема решения, и они очевидны, как бы, для любого человека, но здравомыслящего. То есть, это не нужно быть специалистом, не нужно быть финансистом. Это просто нужно иметь здравый смысл, который сегодня полностью утрачен. Ну, посмотрим, какие решения примут сегодня, потому что, я напомню, что все руководители финансовых ведомств сейчас собрались на совещание у премьер-министра, и каким выводом они придут, посмотрим. Но ваш рецепт нам вполне понятен. Благодарю вас. Напомню, что доктор экономических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Ефимов был на связи с нашей студией, отвечал на вопросы. Радио Спутник. Говорим о том, о чем люди и молчат.